Доброе утро! Для вас мы подготовили активные упражнения и много полезных знаний. Подпитываемся актуальными новостями, приметами, историями и советами. Сегодня вторник, 16 июля. В студии я, Марина Солонина. Начинаем наше народное утро. Легкие сужены, нервная система заторможена и циркуляция крови снижена. Такое бывает и со мной, и с вами, причем каждое утро. Эти характеристики говорят о том, что человек просто только что проснулся. Чтобы организм заработал в обычном режиме, его нужно как следует разбудить. Лучший способ – утренняя зарядка. Не перегружайте себя тяжелыми упражнениями. Например, бег на дальние дистанции не поможет, а наоборот станет испытанием для вашего организма. Устраивайтесь перед телевизором. Настало время бодрой зарядки. Елена Лошманова, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе, покажет, а вы повторяете упражнения для активного пробуждения. Доброе утро, дорогие телезрители! Чтобы ваш день был активным, предлагаю немножко размяться. Для этого нам понадобится коврик. Принимаем положение сидя. Наша задача – как можно дальше достать до стоп, дотянуться до стоп. Все это должны мы делать на выдохе. Выдыхаем полный воздух из живота и как можно дальше натягиваемся до стоп. Стараемся задержаться несколько секунд. Повторяем несколько раз. Стараемся спину держать прямо. Теперь мы сгибаем одну ногу и уже дотягиваемся до одной ноги. Очень важно не сгибать колено в этом упражнении. Сменили положение. Теперь мы сгибаем ногу, тянем заднюю поверхность бедра, прижимаем колено как можно ближе к туловищу. Не забываем, делаем все на выдохе. Повторяем то же самое с другой ногой. Спину держим прямо. На сегодня, я думаю, достаточно повторять эти упражнения регулярно, чтобы держать себя в тонусе. 2020-й объявлен годом памяти и славы. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ. В будущем году страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В текущем году мы уделяем время искусству и творчеству. Посещаем культурные мероприятия. В 2019-й год театра. Вспомним и прошлый год добровольца. Волонтеры, жители и гости Саранска 16 июля 2018-го прощались с чемпионатом мира по футболу. Накануне прошел финальный матч между Францией и Хорватией. На фан-фесте в Саранске выступила питерская группа The Hatters и голландская певица Ева Симмонс. Память об этом дне еще свежа. Предлагаю вспомнить, как это было. Фестиваль болельщиков для многих стал родным и любимым лучшим местом для просмотра матчей, общения и веселья. И в последний день работы фан-феста здесь собрались, пожалуй, самые преданные болельщики чемпионата мира по футболу. Игра между Францией и Хорватией обещала стать захватывающей. Именно этого все и ждали. Я за Францию болею. 1-0. А с каким настроением пришли сегодня смотреть нам? С хорошим, веселым. Ну может маленько грустно от того, что заканчивается чемпионат. Ну да, это первый раз у нас в России происходит, поэтому впечатление, конечно, огромнейшее. И все. Вы из Челябинска специально приехали? Из Челябинска, да. Мы на родину приехали. Мы за красивый футбол. 2-0. Франция. А почему Франция? Потому что играть не сильнее, мне так кажется. За кого вы болеете? Как считаете, какой счет сегодня? 2-1. Французы выиграли. Я за хорватов. 1-0 в их пользу. Судя по опросам, на Советской площади болельщиков французской команды здесь было больше, хотя и хорватам многие симпатизировали. Счет открыли французов-автогол Манджукича. Каждый мяч в ворота команд зрители встречали бурными эмоциями. Игра между Францией и Хорватией была полна опасных моментов для обеих команд. Если в начале матча болельщики были не так активны, то ко второму тайму публика раскачалась. Каждый, кто пришел сюда, был уверен, что фанфест – лучшее место для просмотра футбола. Прекрасная игра, отличный футбол, прекрасное настроение. Все замечаю, все супер. А почему именно здесь смотрите? Ну, потому что здесь атмосфера соответствующая, то есть люди, интерес такой, и компании, опять же, соответствующие. Ну, дома-то вот здесь роскошнее смотреть. Несмотря на то, что хорваты владели мячом чаще французов, они проиграли, забив всего два гола. Франция оказалась сильнее в ворота хорватов, игроки забили четыре мяча и стали чемпионами мира по футболу. Второй раз за всю историю проведения чемпионата. Тем временем на Советской площади становится веселее. Република дождалась выступления своих любимых артистов. Первыми на сцену вышла российская фолк-рок группа из Санкт-Петербурга «The Haters». В группе семь человек. Свой стиль сами артисты называют цыганским, играют буквально на струнах человеческой души. Как выяснилось, The Haters очень любимы саранской молодежью. Неудивительно, артисты общительны, остро шутят и отлично управляют публикой. Умеют привлечь и удержать внимание. Теперь только саранск и я. А теперь только вы одни! На Советской площади было жарко в прямом и переносном смысле слова. Организаторы фестиваля точно не прогадались выступлением группы The Haters. Слова популярного сингла Russian Style публика скандировала хором. И не важно, у кого какие слух и голос. Главное, душа поет. Грусти на лицах болельщиков заметно не было, даже несмотря на то, что это последний фест. Организаторы учли пожелания публики. И как и было обещано, на сцене появилась она, мировая поп-дива Ева Симмонс. Звезда мировой поп-сцены также исполнила много собственных хитов. Энергетика и позитив Лилии Серкой. Каждый понимал, череда ежедневных футбольных праздников подошла к концу. Но это не повод для печали. Воспоминания о мундиале в душе каждого из нас останутся на всю жизнь. Сегодняшняя дата, 16 июля, в народном календаре зовется Мойки и Марк или Стажары. Так наши предки именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу. Если же его не было видно, в лес никто не ходил. Все равно вернешься ни с чем. Наши предки вообще с почтением относились к звездам, считая их ангелами, которые отворяют вечером окошки в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле. В девнях в это время продолжался синокоз. Но с этим делом нужно было торопиться. Если не успеть до периода дождей, запасти достаточно корма на зиму не получится. В этот день часто случались и грозы. А синоптики на сегодня, 16 июля, прогнозируют день солнечной с переменной облачностью. Плюс 22-24 градуса тепла. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. А звезды говорят, что сегодня важны нюансы, связанные с профессией, семьей, домом, планами и целями. Если вы беспечно не решаете, а копите вопросы, сегодня они могут обрушиться на вас. А тем, кто не запускал свои дела и отношения, удастся проверить правильность своего выбора. Это общий прогноз астрологов на сегодня. Персональный гороскоп для каждого знака зодиака смотрите прямо сейчас. Овны. Для вас этот день служится нелегко, особенно если вам срочно нужно решить важные задачи. Будет непросто сосредоточиться и провести логическую цепочку между событиями. Советуем провести день в кругу друзей и прислушаться к советам близких и дорогих вам людей. Тельцы. Сегодня хороший день для налаживания контактов. Многие тельцы получат важную и полезную для себя информацию. Рекомендуем обсудить сегодня важные деловые вопросы. Все это пойдет на пользу и принесет значительную выгоду. Близнецы. В целом день удачный. Возможны радостные сюрпризы, а также очень благоприятные стечения обстоятельств. Гороскоп сулит близнецам появление новых планов, идей, изменения в личных отношениях. Возможны новые знакомства. Раки. День неоднозначный, но не делайте поспешных выводов. Выгадайте время, чтобы правильно оценить ситуацию. Рекомендуем сегодня держать эмоции под контролем, чтобы не рассориться с близкими людьми. Львы. Сегодня весьма успешный день. Возможны возникнут мелкие неурядицы, но львы быстро найдут решение всех проблем. Гороскоп сулит успешное решение давно мучающих проблем. Вы будете на высоте. Девы-звезды предсказывают вам насыщенный день. Сегодня придется поработать за себя и за того парня. Вы сумеете решить вопросы и ситуацию, которая важна для всех. Это повысит ваш авторитет на работе. Предлагаем девам взять на себя ответственность, а также решить самостоятельно важные дела. Порядок ли в вашей голове, сумочке и в квартире? Каждая мелочь должна иметь свое место. Если в вашем доме накопилось много важных бумаг, которые потерять нельзя, но очень просто, разложите все по местам. Для этого разработали самый удобный порядок. Сначала распределить документы по владельцам. В одну стопку ваших, в другую мужа или жены дали документы детей, отца и матери. Потом нужно распределить их по годам, положить в отдельные папки и подписать каждую из них. Тогда ничего не потеряется, и вы сохраните ваше спокойствие. Что интересного происходит в мире? Какие события достойны нашего внимания? Узнаем в рубрике «Другие новости». Развитие роботизации может привести к тому, что примерно 90% работы людей будет автоматизировано. В ближайшие 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест в России. Об этом сообщает директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Он же называет профессии, которые подвергнутся изменениям. Исчезнуть частично или полностью могут профессии юристов, бухгалтеров и кадрового персонала. В этих профессиональных сферах возможно сокращение работы. Самые распространенные профессии среди россиян – водитель и продавец. Также могут исчезнуть, сообщает ТАСС, о ссылке на специалистов Высшей школы экономики. Этих людей на рабочих местах заменят цифровые сервисы и машины. Стал известен календарь выходных дней на 2020 год. Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней. Новогодние каникулы в будущем году продлятся с 1 по 8 января, а майские – с 1 по 5 и с 9 по 11. Выходные 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, было решено перенести на 4 и 5 мая. Следующие длинные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. Три дня отдыха ждут с 12 по 14 июня. И один день отдыха будет 4 ноября в честь Дня народного единства. Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране. В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов. Сейчас такая возможность есть только у жителей удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах. Эксперимент пройдет в районах, где не хватает банкоматов. Продолжаем астрологический прогноз для оставшихся шести знаков Зодиака. Весы. Утро пройдет в благоприятном для вас режиме, а вот с обеда не исключены ошибки в работе, а также неприятные разговоры с близкими. Советуем весам не поддаваться плохому настроению. Ваш оптимизм и вера в лучшее помогут решить любую ситуацию и разрезить любую обстановку. Скорпионы. Вас ждет удачный денек. Ожидаемый успех превысит ваши ожидания. Проблемы не потребуют значительного расхода сил на решение. Гороскоп обещает вам сегодня легкую победу над соперниками. Стрельцы. Начало дня окажется интересным и успешным. В решении любого вопроса вам сопутствует удача. Предлагаем стрельцам принимать помощь близких, решать проблемы сообща значительно проще. Не будьте единоличником. Сейчас это приведет только к дополнительным трудностям. Козероги. Вам стоит быть осторожными и внимательными. Тогда день пройдет спокойно и без стресса. Прежде чем взяться за серьезное дело и принимать важное решение, хорошо все обдумайте. Возможны ссоры с близкими. Поэтому будьте аккуратны. Щадите свои и их чувства. Водолеи. Для вас этот день сулит некую передышку, отдых, возможные встречи со старыми друзьями и приглашения в теплую дружескую компанию. Водолеям необходимо обрести общий язык даже с тяжелыми людьми, так как в будущем от них будет зависеть ваше благополучие. Рыбы. Вам удастся справиться не только с собственными проблемами, но и с проблемами окружающих. В будущем оказанная услуга вернется вам сполна. Короскоп предвещает удачные обстоятельства, благодаря которым рыбы смогут повернуть любое дело в свою пользу. Каждый день в столице Мордовии происходят интересные события, которые не могут пройти мимо жителей города. Быть в курсе главных новостей поможет наша новая постоянная рубрика «Мы узнали, о чем говорят в столице». Главная тема лета – благоустройство дворовых территорий. В текущем году в Саранске в рамках приоритетного проекта формирования современной городской среды в городском округе Саранск благоустраивается 25 дворовых территорий. В Пролетарском районе в полном объеме выполнена работа на пяти дворовых территориях из девяти запланированных. Все идет по графику. А в Ленинском районе работы по благоустройству дворовых территорий уже завершены. А в Октябрьском районе не все так гладко. На сегодняшний день работы завершены только в одном дворе. Несмотря на то, что 1 августа – крайний срок окончания издачи работ, к трем дворам подрядчик даже не приступал. Воздействовать на ООО «Дорожник» глава Октябрьского района не может, пока лишь фиксирует нарушения. Санкции по отношению к подрядчику можно будет применять после окончания срока. Это федеральная программа. Если подрядчик заявился и стал победителем в аукционе, должен выполнять свои обязательства. За качеством их исполнения также может следить общественность. Чтобы улучшить экологическую обстановку, в Саранске общероссийский народный фронт предложил создать зеленые щиты вокруг города. Идею поддержали на сессии госсобрания Мордовии. Площадь зеленых насаждений составит почти полторы тысячи гектаров. Кроме того, в региональном отделении ОНФ работает горячая линия, частой причиной обращения на которую становятся вопросы качества воды и свежесть воздуха. Технологии не стоят на месте. Мир изобретений и открытий поражает наше воображение. Роботы заменяют ручной труд и делают нашу жизнь комфортнее. Прямо сейчас, в «Народном утре» наша постоянная рубрика о новых и полезных изобретениях. Свежую подборку для вас собрал мой коллега. Передаю слово Артему Комарову. Доброго утра! Несмотря на то, что за окном уже середина лета и больше хочется думать об отпуске, чем о бытовых заботах, я предлагаю вам очередную подборку гаджетов для вашего дома, которые как раз помогут вам эти заботы свести к минимуму и оставить время на отдых и развлечение. Погнали! Мечта домохозяек, холостяков и всех, кто не любит тратить много времени на уборку. Аппарат FoldyMate внешне похож на стиральную машину. Но вместо стирки он аккуратно складывает вещи. Представляете, вы ему скомканную простынь, а он вам идеально ровную. А как удобно перед путешествием, когда собираешь чемодан? Первая коммерчески доступная версия устройства называется FoldyMate Family. Вместо того, чтобы складывать каждую вещь по отдельности после стирки, пользователь может повесить до 20 предметов одежды на специальные вешалки. После этого устройство разглаживает и складывает вещи по одной на выдвижной лоток. Чтобы упаковать одежду, автоматизированная машина перемещает множество внутренних компонентов, которые производят определенные движения в зависимости от типа одежды. Вещи внутри складываются в небольшие квадраты. При этом чудо-техника также их разглаживает и чистит. Как говорят изобретатели, автоматическое разглаживание не будет столь эффективным, как ручное, однако поможет сэкономить достаточно большое количество времени. В процессе очистки одежда смягчается и дезинфицируется. На одну вещь уходит всего-то 50 секунд. Посмотреть в зеркало перед выходом – действие привычное, особенно для многих людей. Однако, благодаря компьютерным технологиям, даже привычные вещи зачастую подвергаются серьезному переосмыслению. При взгляде в высокотехнологичное зеркало человек получает такую информацию, как время, дата, погода, ближайшие задачи, новости и прочее. Похоже, ознакомление со сводкой информационных событий – как раз то, ради чего человек подходит к зеркалу. Также зеркало может определять пользователя и применять его индивидуальные настройки. Только представьте, обычный аксессуар, которым мы пользуемся ежедневно, чтобы привести себя в порядок, предлагает нам узнать последние новости, послушать музыку, посмотреть видео интересное, даже с любых умных устройств, подключенных к зеркалу. Оно может слышать нас и реагировать на наши голосовые команды, а также ощущать прикосновения за счет емкостного сенсорного экрана. Своего рода это зеркало-компьютер с многоязычной операционной системой, которая, к тому же, не запотевает и подходит для использования в любом помещении. Зеркало водонепроницаемое и имеет встроенные регуляторы влажности и температуры, что помогает избежать конденсации, тем самым сохраняя поверхность девайса сухой и чистой. Несмотря на многофункциональность и технологичность, гаджет потребляет сравнительно немного энергии. В том числе за счет встроенных датчиков движения, которые автоматически определяют, когда включать и выключать зеркало. После того, как к производству умных домашних гаджетов подключились технологические гиганты, рынок заполнился большим количеством домашних камер и систем безопасности. Все они очень похожи между собой, поэтому один разработчик решил добавить одну заметную отличительную черту. Его камера левитирует, то есть имеет способность свободно вращаться вокруг своей оси. Создатели говорят, что левитация добавляет не только эстетической эффективности, но и практической. При таком устройстве изображение получается всегда сбалансированным, так как отсутствуют вибрации. Левитируя камере, не нужны дополнительные технические надстройки, чтобы крутиться вокруг своей оси. Пользователь получает простую возможность управлять вращением камеры со смартфона. Компания заявляет, что основная функция камеры — это безопасность. Она оснащена системой распознавания звуков и движений. Если во время отсутствия хозяев камера фиксирует подозрительную активность, то она запускает прямой эфир на смартфоне кого-то из жильцов или воспользуется другими интерфейсами связи. Камера подразумевает двустороннюю связь. При желании можно будет пообщаться со злоумышленниками, которых она застала. Также устройство снабжено датчиками угарного газа, влажности, света, изменения температуры. При самом простом раскладе они могут выполнить исключительно информативную функцию. Но создатели подразумевают возможность замкнуть системы умного дома на камере. Другими словами, она может управлять температурой, включать сигнализацию или выключать забытый свет. Она способна видеть в темноте, а три микрофона оснащены системой подавления шума. Заряжается устройство прямо в процессе левитации. Забот станет меньше, времени больше. Как мне кажется, простая истина. Поэтому не теряйте из виду новинки, подаренные научно-техническим прогрессом. С вами был Артем Комаров. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Этот пушистый клубочек с звонким лайм скрасит даже самый пасмурный день. Крохотный непоседа с миловидной мордашкой. Он не представляет жизни без активных прогулок на свежем воздухе. Порода померанские шпицы считает в себе недюжинный интеллект и темпераментный характер крупных сородичей. Этот плюшевый медвежонок бесстрашно кинется на вашу защиту, если увидит врага в случайном прохожем. Несмотря на верность и любовь, померанские шпицы не станут подолгу сидеть у ног хозяина. Для него поваляться в листве и выплеснуть энергию в активной игре гораздо интереснее. При этом померанец легко находит общий язык с хозяином и домочадцами, испытывает к ним безграничную любовь и верность. При выборе питомца этой породы необходимо знать несколько правил. Шпиц – прекрасный друг и компаньон для сознательных детей, но не игрушка для малышей. Эта собака не подходит для содержания в вольере или на цепи. Померанский шпиц любит звонко лаять, поэтому соседи, да и сами хозяева должны быть терпеливы. Каждый день команда Народного телевидения Мордовии готовит для вас, дорогие зрители, много полезных программ. Предлагаю узнать, какие из них вы сможете увидеть сегодня в течение дня в эфире телеканала. Ежедневно у нас возникают проблемы, о которых нельзя молчать. В этих ситуациях надо разбираться. В 20.10 на НТМ программа «Книга жалоб». В 20.25 смотрите новый выпуск программы «Мокшень. Вал на национальном языке». Вы узнаете, как солисты хора «Аруль-Хтября» из Розаевского села Левжа выступили на фестивале в Карелии. За что любит свою работу доярка Валентина Батайкина из Анцарского района? Какие постановки на мокшанском языке готовит Мордовский национальный драматический театр? Это и многое другое в программе. Сразу после в эфире Народного телевидения Мордовия смотрите программу «Волшебный мир мордовской сказки». О характерах и судьбе двух братьев прочитают для вас актеры Мордовского национального драматического театра. Мордовский национального драмата Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл «Волшебный мир мордовской сказки». Я с удовольствием прочту сказку про двух братьев. В давние времена жили два брата. Старший, очень богатый, у него было много лошадей, коров, овец, он считал десятками. У младшего ничего не было, только тощая лошадь, больная жена до пятеро детей. Внимательно следите за эфиром Народного телевидения Мордовия. Будьте в курсе самых важных и интересных событий. На этом я, Марина Солонина, и программа «Народное утро» с вами прощаемся. Пусть ваш вторник будет полон яркими, добрыми эмоциями. И да, если вам есть чем поделиться и что рассказать, пишите нам. Адрес вы видите на экране. Все выпуски программы «Народное утро» смотрите на YouTube-канале НТМ-13. Желаю вам хорошего дня. До скорой встречи на НТМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова